Престон лежал в своей спальне, ощущая, как его охватывает грусть, его живот вертелся и переворачивался, вызывая ему огромные страдания. Казалось, будто каждая клетка его тела была обременена невидимым бременем. На фоне его комнаты тьма, казалось, проникала прямо в его душу. Тени танцевали вокруг, шепотом передавая тайны, которые могли понять только они. Но было еще что-то, что делало ситуацию Престона еще более невыносимой. Он потерял один из своих глаз в трагической аварии. Было 20 июля, когда Престон нашел утешение, смотря кикорики на своем ноутбуке. Яркие персонажи принесли временное облегчение от его горя. Однако, как только он начал погружаться в их мир, Джампи вдруг крикнул «Барри!». Внезапный толчок напугал Престона и снова напомнил ему о пустоте, которую он чувствовал внутри. Не в силах больше это вынести, Престон со тяжелым сердцем закрыл ноутбук. Он сидел там на мгновение, глядя на его безжизненный экран, прежде чем слезы набежали в его пустых глазницах, сон заманил его своим успокаивающим объятием. В арктической стране грез, перед Престоном появился полярный медведь. Он подошел к нему с нежным любопытством, и нежно протерся о него. На короткое мгновение, теплота заменила холод в сердце Престона. Но затем все изменилось. Полярный медведь превратился в животного сфере и безжалостно запал на Престона. Его когти прорезали плоти, а челюсти разорвали то, что осталось от его хрупкого существования. В этот ужасающий момент вся надежда исчезла, а тьма полностью поглотила его. И вот так, Престон снова проснулся в своей спальне. Снова. Его тело дрожало от страха, когда он понял, что это был всего лишь кошмар, или, возможно, что-то более зловещее, скрывающееся под... Что бы это ни было. Может быть, одно было точно. От его грустной реальности не было спасения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok